о происходящем на украине снимают фильм естественно это фильм ужасов какой еще фильм можно снимать и происходящим сейчас на украине вышел его трейлер потрясающе если вы еще не увидели его всю неделю обсуждают сети обязательно посмотрите это прям очень круто сейчас я покажу трейлер облетел уже все соцсети популярные паблики наши восхищаются на украине возмущаются и все гадают как обычно кто это сделал кто это сделал кто это сделал и вот мне пора открывать рубрику еженедельный каминг-аут это сделали конечно мы еще раз поклон нашим ребятам замечательным которые регулярно выдают ролики не просто смотрибельные а такие ролики которые поднимают просто бунт бучу извините за каламбур случайно получившийся на украине мы будем делать это дальше а вы наблюдайте что касается содержание ролика гребут на украине в это прекрасно знаете уже всех невозможно спрятаться не дома у себя они в сортире не выйти даже за хлебом уже и студенты им не студенты и женщины если им не посчастливилось когда-то в своей жизни сделать выбор профессии предпочтя профессию медицинскую священную вообще-то профессию ну вот и они уже теперь обязаны идти на фронт и у меня только один вопрос вот зачем это все было надо зачем вопрос к зеленскому и ко всем остальным но не говорите мне что вам так нужны были эти территории восточные на которые вам было наплевать людей которые там живут вы никогда не считали своими напоминаю в очередной раз порошенко который расписался в том что это не ваши люди когда сказал наши дети будут ходить в школу а ваши сидеть в подвалах еще раз давайте покажем порошенко порошенко в этом контексте много не бывает у нас дети пидут до школы и детские сады и их дети будут сидеть по подвалам потому что они ничего не умеют вот так мы и выграем эту войну мы выграем всю войну зачем вам это чужое не вами построенная не вами начатое не вами продолжено вами забытая и забитая вами разбомбленная и вами ненавидимая разве нужно было ради этого выкосить свое собственное население своих собственных мужчин теперь еще и женщин свое собственное будущее это ведь ну шизофрения же какая-то да никто не заставит меня сравнивать зеленского с наполеоном но это наполеонщина в худшем смысле слова а именно в таком после наполеоновских войн рост средний рост мужчин во франции уменьшился на 10 сантиметров ну потому что вы и долго еще французы восстанавливались даже не знаю восстановились ли до сих пор по сравнению с тем каким должен был бы быть их рост если бы не было этих наполеоновских воин просто выкашено было мужское население франции и выкашено сейчас население украины уехали кто мог уехать кто не смог уехать на фронте уже сейчас или будут на фронте о чем им заявляют будете конечно будете давайте дадим заявление этой барышня государство может видеть человека даже если человека не будет в реестре военно обязанных есть другие реестры и можно его найти в других реестрах это вопрос ценности и понимания того что страну придется защищать каждому из нас и лучше прийти самому и найти подразделение в котором хочешь служить и мобилизоваться собственно в него это лучший путь и кто остается младенцы которых надо как-то растить вообще-то кормить воспитывать маленькие дети подростки которые скоро вырастут и опять пойдут на фронт если не остановится и старики никогда я не поверю что вы делаете это потому что вам так дороги эти территории потому что вы представить себе не можете сердце у вас разорвется как это киев без донецка и луганска но нет конечно вы это делаете потому что ради сохранения своей власти вам нужно выполнять приказы тем кто вас привел к власти кто вас там поставил кто вас там окучивает байденов блинкинах и всех остальных их цели мне понятны их цель максимально ослабить россию лучше всего победить россию победить россию на поле боя так вообще идеально вот что они об этом сами говорят баррель эта война будет выиграна на поле боя ну вот они вашими руками пытаются этой цели добиться я уверена что не добьются с божьей помощью господь нас не оставит и пока что успехи этого так называемого контрнаступа тоже об этом говорят но пытаются по крайней мере вашими руками вашими жизнями вашим населением ну не стыдно не западло даже давайте мы не федеральном эфире все-таки в интернете можно и так сказать ради сохранения личной власти как ты жить с этим будешь зеленский и все остальные как вы будете с этим жить когда вы истребляете свой собственный народ потому что вам так сказали из-за речки даже не знаю незавидная судьба как на любом корабле на любом судне да где угодно которая разваливается и несется неуправляемого шторм который очень совершенно очевидно это судно разобьет на самом судне в этой лодке или внутри этого корабля начинается неконтролируем хаос и бардак уже теперь и мы арестович не арестович и гордон не гордон а как дышали оба хлопца как дышали давайте я вам напомню как они дышали вот как дышал арестович а я вас хочу спросить долбоёбы блять если вы за меня не проголосуете блять кому от этого будет хуже подумайте о своей тупоголовой башкой блять я буду сидеть на яхте после того как война закончится в тихом океане и есть омаров и вести семинары а что будет с вами когда вы за меня не проголосуете вы подумайте о своем своей башкой дурной дойдем до октября дойдем до этого самого до северного берега азовского моря снесем нахер крымский мост или поставили под перманентную угрозу невозможность снабжения возьмем грубо говоря под контроль снабжение двухмиллионного крыма которому каждый день нужно вода и это вот как дышал гордон я хочу сказать что украина располагает оружием которое полетит до уральских гор случится это уже осенью я это точно знаю в челябинске екатеринбурге перми и других городах урала уфе вежевске я географию хорошо знаю у них будет приятное удивление когда они там увидят взрывающиеся аэропорты поэтому конечно инопланетяне будут бомбить российские города пока вы русские рабы не выйдете на улице своих городов и не скажете путину хватит мы не хотим жить в страхе вы же не думали в каком состоянии живут жители одессы киева запорожья днепра вы не думали вам это не надо ну и мы не хотим думать в каком страхе вы будете жить скоро а то что это будет скоро происходить ну поверьте мне но кое-что я знаю я не все знаю но кое-что знаю я считаю что и президент соединенных штатов америки байден должен четко сказать российскому лидеру который является вообще фашистом и руководителем фашистского государства ты хочешь нас шантажировать ядерным оружием ты хочешь пытаться разговаривать с великой страной с позиции силы со страной которая имеет такой оборонный бюджет и такое вооружение новейшее а ты имеешь старую рухлядь и блеф так не будет если ты только будешь шантажировать соединенные штаты америки ядерным оружием мы на тебя его сбросим и похороним тебя вместе с российской страной теперь арестович простите мой каламбур без пяти минут арестован гордон тоже видимо потому что он гордон гордон будучи гордоном обозвал военных украинских быдлом и перхотью как это и делают настоящие гордоны а арестович просто сказал правду он сказал что ракета которая там упала была не российская украинская но это не самый страшный грех самый страшный в игре что он как настоящий кашпировский как такой вот психотерапевт сия украины он до психотерапевтился до того что у него рейтинги теперь выше чем у зеленского а зеленский конечно такого не прощает никому ну и вишенка на торте из того что происходит там это конечно просто чудесно прекрасно посмотрите как украину покидают британские инструкторы потому что им теперь как и американцам и всем остальным вообще ни разу не до украины потому что мир стоит на пороге третьей мировой войны теперь уже абсолютно очевидно и украина тут совершенно ни при чем и россия матушка слава тебе господи ни при чем вообще потому что мы сейчас записываем эту программу когда иран только что объявил израилю что если израиль начнет свою операцию в газе то иран вмешается а если иран мешать мало не покажется у ирана без пяти минут есть ядерная бомба и много чего есть очень интересного это огромная военная держава как этому будет предстоять противостоять израильская армия которую еще неделю назад почему-то все считали лучшей армии мира армия которая с преимуществом 20 к одному не смогла справиться с одной тысячей бандитов напавших на ее границы границы которые укреплялись собственно вот этого нападения десятилетиями и армия не справилась эти бандиты проникли на глубину внимания 40 километров 40 километров можете себе представить как эта армия собирается справляться с ираном хотелось сказать хотела бы на это посмотреть не хотела бы я на это посмотреть и никому я не желаю на это посмотреть потому что действительно порог третье мировой и на этом на этом пороге никому уже не до украины знаете лишние ненужные пакеты со всяким дерьмом по дороге выбрасывают вот как они уезжают примечательно это не в этом не то как уезжают британцы а примечательно в этом как проговариваются украинцы сколько ты их не учи сколько ты мечтай лекции о толерантности о европейских ценностях о том что принято что не принято но все равно у него прорвется от это чурки вы чурки прорвется послушайте все знают да что наши партнеры убивают завтрашнего дня убывают на подготовку в дальнейшем израиль воевать с чурками сегодня крайний день ну еще про палестино-израильский конфликт про двойные стандарты про лицемерие хочу показать вам одну потрясающую совершенно штуку которую мне володя соловьев прислала нагулять сейчас по интернету там вот все написано больше о лицемерии сказать нечего просто посмотрите россия пауза 8 лет израиль сразу россия специальная операция израиль война россия переговоры 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 израиль убьем всех их лидеров в первый день россия зерновая сделка транзит газа раздача гуманитарки израиль отключить воду свет газ и вообще все россия у нас нет территориальных претензий израиль это наша земля россия братский народ израиль человекоподобные животные россия беречь мирняк израиль выбомбить в ноль жилые кварталы и по руинам пустить танки граждане россии ой мы не можем жить в стране агрессоре нам стыдно бежим в ереван граждане израиля и евреи всего мира в том числе украинские и российские ура давай братья мочи ублюдков наши сердца с вами ну и вопрос у нас конечно в тему поскольку мы семимильными шагами мы я имею ввиду человечество они как не россия никоим образом движемся все-таки к ядерной войне потому что участие ирана а значит не просто арабов соседи израиля значит не просто арабов всех арабов а значит мусульман участие всего мусульманского мира войне против израиля это я вам такая скажу такая штука пострашнее фауста гёта как говорил иосиф виссарионович и вопрос у нас в тему надеюсь он не покажется вам циничным а покажется вам актуальным в 1946 году сша провели ядерные испытания на этом атолле в тихом океане через четыре дня на подиум впервые вышла модель одетая в эту новую женскую одежду непостижимым образом названную в честь этих испытаний как называется до сих пор такая женская одежда пишите пожалуйста ответ подписывайтесь на мой телеканал маргарите моя литература история тем кто даст правильный ответ первый этому человеку я пришлю свою новую книжку вот эту водоворот с автографом в москве открылась новое место силы экстрим парк на берегу москва реки в печатниках ждет любителей технических видов спорта территория площадью 27 гектаров включает несколько тематических зон извилистая шоссейно-кольцевая трасса с обилием крутых поворотов идеально для занятий автоспортом и мотоспортом здесь проходят автомобильные выставки и соревнования трассу облюбовали любители дрифта это вид автоспорта цель которого пройти дистанцию в управляемом заносе на максимально возможных скоростях самая большая зона картинга в москве с асфальтовой трассой протяженностью 850 метров расположена вблизи набережной здесь проводятся занятия для детей взрослых на территории парка есть трасса для мотокросса велотрасса с контруклонами длиной 205 метров и мини-парк для скейтеров с рампами и препятствиями для детей построили площадку с вертикальным игровым лабиринтом на трассе проводятся соревнования спортсменов и любителей а также спортивные секции в 2020 году в москве завершилось строительство центра современного пятиборья северный он вошел в состав спортивной школы олимпийского резерва северный спорткомплекс соответствует международным стандартам что позволяет готовить спортсменов олимпийского уровня одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 280 спортсменов в составе центра универсальный спортивный зал на три с половиной тысячи квадратных метров с беговыми дорожками и зоной фехтования 50-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек оборудован современной системой водоподготовки и системой хронометража с точностью фиксации до сотой доли секунды конно-спортивный блок состоит из конкурного поля большого манежа трибун на 300 зрителей и конюшен на 40 лошадей стены тиров спорткомплекса для стрельбы из лука и пневматики отделаны сертифицированными антирикошетными материалами спортивный объект удачно расположился неподалеку от жилых комплексов школ и бизнес-центров культурный центр вдохновения крупная концертно-событийная площадка на юго-западе москвы здесь созданы все условия для комфортного отдыха и творчества возраст посетителей от 10 месяцев до 87 лет центре работает более ста студий и секций танцевальные спортивные творческие интеллектуальные центре есть своя театральная студия пространство позволяют проводить как масштабные мероприятия спектакли шоу фестивали и выставки так и камерные концерты и квартирники мастер-классы кастинги конкурсы съемки и фотосессии у центра есть собственная студия звукозаписи ханой рекордс отвечающие современным стандартам акустического оформления творческие задачи помогает воплотить команда технических специалистов репетиции и подготовка к выступлениям проходят на профессиональной сцене культурный центр вдохновения открыт для посетителей приходите